Приветствую вас, дамы и господа, ну что ж, снова рад быть с вами. Эта серия посвящена Уганде, и давайте быстро посмотрим, что нас с вами ждет в этом выпуске. В этой серии я неделю прожил в Уганской деревне, находясь далеко за пределами ее столицы, столкнусь с фермерскими тяготами, увижу столицу, и, конечно же, отправлюсь на природу в прекрасный городок Джинджа, расположенный на реке Нью. Ну это так, если вкратце. Вот где я, в Африке или в Рязанской области? Как вы помните из предыдущей серии, я со своим другом Чарли, мы были в Юаре, и что с нами там только не приключилось. Мы побывали не в одном гетто, нас их гопнули, в общем, мы видели ад и рай на земле, и все это было в Юаре. Следующий пункт из Юара, мы летим в Уганду, и этот выпуск будет, скажем так, менее информативный. Это, я бы сказал, дневник очерки путешественника, фермера, проживающего в деревне в Уганде на плантациях. В общем, будет очень много чего интересного. Смотрим. Привет, друзья! Мы в Африке, и здесь, да, это бесплатно, ничего, что ты хочешь, что ты хочешь, что ты можешь сделать. И это, да, 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 да. Вот таким составом с кошечкой и собачкой мы пошли изучать джунгли. Что вы думаете, что вам кажется? Мне кажется, что это дикий улей. Тут дорожка, тропинка, сразу же чувствуется эта мощная влажность. Вечерело, вышли из леса на поляну, а тут стоит такая смерть с мачете, слабоговорящая по-английски. Ночь в Африке наступает довольно быстро, и она нам принесла первые неудобства. Сейчас сидим с мобильными телефонами, поскольку в деревне закончилось электричество, поэтому не работает горшок, не работает рукомойник, ну и так далее. В общем, музыка, подсветка и джунгли. Вот что значит Африка и какая живность. Вот вы просто послушайте. Кажется, как будто работает какой-то электрощит. В общем, внутри помещения, где буду спать, вот заходишь, вот такая москитная сетка, открытое окно. Я не представляю. И все это на подметах. А окна выходят прямо в джунгли. Уже разряжается телефон, пауэрбэнки тоже разрядились. Поэтому еще завтра будет целый квест где-то все это дело подзарядить. На утро уже поспевал завтрак, поскольку Дэвид и жена нам уже с самого раннего утра его приготовила. Опять, до сих пор электричества нет. Все грязные, вонючие, потно. Но интересно для разового опыта. Ну и соответственно, пойдемте. Мне как раз по пути, я думаю, кто-то из вас тоже уже. Вот что касательно удобств. Там какая-то школа. Вот так. Ну и вот так. На утро мы отправились в более прогрессивную деревню, чтобы зарядить наши мобильные телефоны. Помимо Чарли и Дэвида с его женой, в доме проживали еще несколько человек. И один из них дружище из Турции по имени Карай. Мне это имя сразу же напомнило фамилию одного из известных турецких музыкантов по имени Эркин Карай. Этот человек один из основоположников анатолийского рока. Это как аналог Вудстока в 70-х годах Турции. Ну что еще интересно, это то, что Карай является чистым этническим болгарином, родившимся в Стамбуле. По-болгарски он говорит примерно как и я, то есть вообще не говорит. Ну скажем так, он полностью в турецкой традиции. Учился в турецкой школе, отслужил в армии, обладает турецким паспортом. Прям такой классический янычар. Туркменистан, Таджикистан, Казахистан, русский партия, уфак один партия, они тоже в турецкой. В общем, они тоже в другом роде, они тоже в другом роде. Да, точно. Даже в Якутске. А, серьезно? В Якутске мы говорим один язык. Мы языком язык. В Якутске. В Якутске. В Якутске, на секундочку. А, значит, мы с ними тоже в другом роде, которые с тем, которые разные. Может быть, в кухниках каких-то разные, но все они иные. вообще прикиньте, что он нес я с ним по-братски ему душу открыл а он мне тут етаган в спину просто я в шоке я вам так скажу, я принципиально не пользуюсь Google Translate и Яндекс.Транслейтом я предпочитаю классический словарь поэтому все, что он говорил я примерно открывал, смотрел и накидывал перевод часть текста часть слов я не нашел и так накидал от себя по смыслу поэтому вот такой получился перевод а теперь конкурс тот, кто первый переведет точно построчно что сказал Карай тот получит от меня вот эту угандийскую купюру с тематическим сюжетом и не волнуйтесь отсюда не вылетит никакой малярийной комары тут нет никаких штамп-болы это банкнота абсолютно детственная из типографического станка запах перспективы охрустит как как суставы старого человека просто замечательно тот, кто первый напишет именно то, что сказал Карай тот от меня получает вот эту прекрасную новенькую угандийскую купюру а для тех, кто в танке повторяю я написал текст под Караем от Вольного все, что было написано по-русски это полная неправда ну и вот собственно здесь уже заряжается наше все устройство так же в этой деревне ребята выращивают разного рода агрокультуры ну по типу как лавровые кусты, базилик, укроп и так далее поэтому им там все время есть чем заняться утомленный солнцем, ну и так сказать ушатанный находясь в эйфорийном состоянии Чарли выходил в очередной раз на инспекцию на одну и ту же тепличку и каждый раз для него что-то было по-новому это не так что это? это вредно это вообще просто вредно это вредно бро дай, что это о, что вы слышите это это вредно это в САФРКА да? это в САФРКА бверя Субтитры сделал DimaTorzok Ну, пока там парней размотало на стуле, я решил прогуляться по деревне до, так сказать, африканской березовой рощи. Кстати, если кто знает, что это за деревья, эксперты всегда приглашаются в комментарии. Ну, вы посмотрите, ну, прям, ну, вот, чем не Россия? Сейчас как будто Сергей Есенин сам проедет по этой разбитой рязанской грязной дороге. Ну, не Русь же, матушка-то, а? Какая красота! Вот где я, в Африке или в Рязанской области? Вы ответите категорично, а я задумаюсь. Ку! Это камера! Да, мэн! Это должно быть спайс! Спайс? Да! Сейчас настучит и реально, прикиньте, завинтит. А что, ну, вот вырядился в каком-то камуфляжике с претензием на военность. Сейчас поедет, скажет бате. Батя ему просто дежурного леща пропишет. Ну, так, будет за что. И дальше звоночек в соответствующие органы. И, блин, не хочу. Сто процентов нет. Гуд бойс! Окей? Бай! Кул! Ну, что-то как-то я опять мало лайков собрал. Возможно, это самое время поставить лайк. Я не знаю, что это такое. Он так же так. Это кто? Кто? Мне кажется, ему п***ец. Но сейчас объясню, что значит ныга на китайском. Слово это обозначает вот этот. На английском будет that one. Ну, чтобы уж совсем было понятно. И это словечко такой китайский паразит, который китайцы используют очень часто. У нас слова паразиты это как? Кстати, в общем, типа, короче, покамест. Но если вы так говорите, я вас умоляю, не говорите так. Возвращаемся. Если перед вами стоит группа азиатов, и вам искренне интересно, откуда они родом, то подойдите к ним поближе и послушайте. Если вы услышите словечко нега, поздравляю, перед вами группа из КНР. Ну что ж, возвращаемся, смотрим дальше. Кстати, Карай периодически в Стамбуле ходит в церковь. И с ним там все время фоткаются. Вот сейчас он расскажет почему. Карай периодически в церковь. Я бы Карай назвал бы таким правильным православным язычником, от слов прави яви-нави. Ну, те, кто понимают, те поймут. За период пребывания Карая в Уганде его уже успел хлопнуть малярийный комар. И у него уже было два приступа. Вы что-нибудь слышали про угандийского дьявола? Я думаю, нет. Потому что я только что сам этот термин придумал. Послушаем. Мне кажется, наш дружище Тарван немного тянет, поскольку существует даже шутка среди местных, которую вам расскажет Чарли. Речь сейчас пойдет о кровавом диктаторе Иди Амини. Этот психопат отличился от всех других кровавых диктаторов Африки середины 20 века. А начнем мы с титулов. Он же покоритель Британской империи. Он же король Шотландии. И вот я сейчас не шучу. Представляете, какая фантазия у человека. Вот, по-моему, все сказки на ночь, которые мама читала, вот он просто воплотил их в жизнь. Он же повелитель всех зверей и рыб в море. Он же победитель в войне с кровавыми американскими капиталистами. Ну как, он им объявил войну, а на следующий день торжественно в газетах написал о своей победе, поскольку США на эту новость никак не отреагировали. Блестящая работа. Ну и как же после этого самого себя не наградить? В стране разрабатывались ордена и медали, ну, только лишь для того, чтобы он мог себя ими награждать. Также Иди Амин любил носить награды Второй мировой войны, как союзнические, как советские, так и немецкие. И причем это все носилось одновременно. Вы знаете, изучая его биографию, я понял, откуда взялся глагол угандошить. Я думаю, он появился благодаря этому человеку. Ну, этот человек абсолютно без каких моральных принципов, любил играть на аккордеоне, покушать человечины, хотел установить памятник Гитлеру, но когда начал заигрывать с Советским Союзом, ему сказали, ну, ты хоть совесть-то имей. Поэтому идею он уже с негодованием ошвырнул, имел много жен. Но под конец его правления он уже за всех, за исключением крокодилов, поскольку крокодилы тогда питались очень хорошо, человечиной. Так он расправлялся с своими политическими оппонентами. И очень часто были случаи, когда гидроэлектростанции выходили из строя, поскольку тела тех, кого не успели съесть крокодилы, плыли по течению и попадали в турбину гидроэлектростанции. И еще, помимо белых, которые проживали и уехали со страны, когда колония получила независимость, в Уганде еще очень много проживало индусов. Вот они не уехали. Идиамин отвел им 90 дней, чтобы те покинули страну, и взять они могли лишь только то, что могли унести в своих руках. А те белые дипломаты, которые еще оставались в стране, они были обязаны на государственных приемах носить идиамина на большом стуле. Этот ритуал он называл «бремя белого человека». Если вам по-прежнему интересен этот сумасшедший, то вам рекомендую посмотреть мощный фильм под названием «Последний король Шотландии». А теперь небольшая история напоследок. Это про то, как Идиамин получил блестящее поморде от израильских спецслужб, от Сахала и Масада. Сразу же вам скажу, что эта история рассказана мной очень скомканно, и очень много фактов осталось за кадром, поскольку про эту историю можно говорить часами и снять не один фильм. Если вам история эта показалась очень интересной, то детали вы всегда можете найти в интернете. В 1976 году группа палестинских террористов совершила теракт. Они угнали самолет, следовавший из Израиля в Париж, и посадили его в международном аэропорту Уганды-Эн-Тебе, где там, кстати, был. Идиамин всегда был на стороне Палестины и открыто высказывался в ненависти к евреям. Давайте так, борьба между Палестиной и Израилем – это отдельная вещь, а захват самолета с заложниками – это терроризм, который должен быть пресечен на карме. Общаться с израильским руководством Идиамин отказывался, поэтому Израиль сформировал группу из чуть более ста израильских командос. И в день Х, когда Идиамин находился с дружественным визитом в другой стране, спецназ вылетел из Израиля и отправился в сторону аэропорта Эн-Тебе в Уганду. Всего летело четыре самолета. На одном из бортов находился Мерседес-лимузин, такой же, как у Идиамина, и несколько внедорожников в качестве машин сопровождения, дабы имитировать кортеж президента. Весь полет, вот вы только вслушаетесь, весь полет проходил на высоте, не превышающей 30 метров, чтобы не попасть под вражеские радары. Вы все вообще можете представить в это безумие? Ну и что вы думаете дальше? Самолет со спецназом прям приземлился в аэропорту Эн-Тебе, оттуда выехал лимузин с двумя внедорожниками, охрана аэропорта восприняла это как кортеж Идиамина, и дальше понеслась. Перебили всех террористов, убили несколько десятков военнослужащих Уганды, после чего на территорию аэропорта садится израильский самолет, эвакуирует всех заложников. К сожалению, обошлось не без потерь, погибло двое заложников во время перестрелки. После чего прилетает еще один военный израильский самолет с бойцами и уничтожает военные угандийские самолеты на территории аэропорта, чтобы те, в случае чего, не догнали их и не сбили. Операция израильского командоса была проведена блестяще. К сожалению, из командоса погиб один боец, и это был руководитель отряда по имени Йонатан Нетаньяху. И вот вам эта фамилия что-то говорит? Совершенно верно. Это родной старший брат нынешнего премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Вот этот вид транспорта называется «бода-бода», что обозначает «от границы до границы». «Бода» – это уже на местном диалекте они немножко исказили это слово. Изначальный смысл подразумевал границу, «бордер». Я надеюсь, меня слышно. Ну и вот такой вид транспорта очень сильно и активно пользуется популярностью в Уганде. Даже бы иногда беременные женщины в роддом берут «бода-бода». Ну и вот такой колорит. Сейчас сидим в доме, потому что на улице просто катастрофическая жара. Рядом меня окружает турецкий шмот, привезенный китайцем Чарли. И все у нас довольно так по-домашнему. Дэвида жена приготовила еду. Вот еда. Ореховый суп с говядиной и рисом. Чувствуется орех и красный перец. Жена Дэвида сыпанула прилично по полной программе. Ну и как после обеда не почилить под анатолийский рок, особенно когда есть повод? Вот карай, а вот эркин карай. Ну теперь просто уже достаточно загадать желание. В общем, лайфхак. Когда нет европейского разъема, вот что нужно делать. Это зубочистка. А, вот натягиваем. И вставляем. Прекрасно. Ну, как вы видите, я уже вовсю освоился и практически начал себя чувствовать, как рыба в воде. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавляем свежевыжатый ананасовый сок и ликер по вкусу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Улицы центра города представляют собой реки из автомобилей и мотоциклов. И все это на фоне бесконечного рынка. Но есть и оазисы, которые нам напоминают о цивилизации. Речь идет о торговых центрах. Каждый торговый центр обнесен длинным забором, и на въездах и выездах стоят КПП. Ну, как вы видите, на сладенькое это и белые европейцы вылазят. Коллективно они кучкуются в местах общепита и энтертеймента. Это по-английски, если что. Овощи и фрукты, все супер свежее. Я обратил внимание, что в каждом магазине все манекены белые. Что мужчины, что женщины. Удивляет. Вот пример того, о чем я говорил. Малыхи все белые. Что происходит? Сзади меня сейчас находится столица Уганды. У кого с географией хорошо, то те прекрасно знают, что это Кампала. И красива она только с высоты птичьего полета. Поскольку те, кто бывали внизу, знают, что это нимб из круга Данде-Алигерия. Кстати, кто знает, какой это круг? Ну что, любуемся? В столице проживает чуть более полутора миллионов человек. Это с учетом того, что население Уганды составляет 44 миллиона 758 тысяч человек. Для посещения Уганды гражданам России требуется электронная виза и стоимость ее составляет примерно 50 долларов. Объективно, для нас в столице было делать нечего. Поэтому мы на следующий день решили отправиться в курортный город под названием Джинджа. Если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что у Уганды нет выхода к морю. Но! Зато там есть озеро Виктория и река Нил, которая берет свои истоки недалеко от города Джинджа. Кстати, часть праха Махатма Ганди была развеяна у реки Нил недалеко от города Джинджа. Ну а тем временем в машине разлетался другой прах. Разлетался так, что Чарли даже начал подвисать. Снесло на обочину не только нас, но и грузовичок, который переел слишком много дров. Поэтому самое время перекусить. Чарли сказал, что я знаю одно прекрасное место, где делаю сочную курочку. Я себе представил ресторан, поэтому сказал, срочно туда едем. Ну и каково мое удивление было увидеть вот это. Корорари, здесь яれてicio. Который, двух сын или двух сын 20 лет. Какой-то growers distrib standards. Надеюсь, совсем и следующий год. Аіль, сон, я делаю свой нос и еду. Держись само, одну. Один, один! Где moved? Ни один. Потéner ли мне reveals лучше ко 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 не танец? Где к gest Rollу? Под куриным стягом поедем мы в Джинджу. Ну что ж, все едят, и я решил поесть. Надеюсь, что без приключений и без паразитологии. Ну и вот наконец-то мы на месте, после трех часов езды, вот чувствовали мы себе максимально одичало и чем-то сходили вот на этих мартышек. Стоит отметить, что в Уганде очень богатая природа. Там водятся и слоны, и бегемоты, буйволы, антилопы, жирафы, львы, леопарды и обезьяны. Ну в общем, кого там только нет, пока еще динозавров не нашли, но ищут. С живностью у них там все полный порядок, с каждой ветки что-то орет, в каждом кусту что-то шевелится, ну в общем все очень прекрасно, но есть и оборотная сторона всего этого. Это, конечно же, не дремлющий малярийный комар, летающий над вами в тот момент, когда вы дремлете. В данном случае у реки он не так часто встречается, поэтому спать нужно строго под москитной сеткой. Просто с ума сойти джунгли, сейчас такое чувство, что увижу Чарли, те кто понял, респект, Чарли без обид. Вот такие виды, как-то довольно даже романтично получается, мы об этом не договаривались, но я думал здесь более тусовочные будет, а тут такой домик, ну на виды, как то это не по пацански. Кровати у нас разная, оба мы женаты, спутницы нам не нужны, вопрос остается один, нахуя вы сюда приперлись, ну и вот такой вид. Ну что, самое время в таком состоянии делать контент. Что может быть приятнее, вот сейчас на плюшках, Майк, он дает мне, что я буду делать видео. Он делает видео, я сделаю видео с ним. Окей, окей. О, ты видела этот плюшка? Да. Поехали, Майк. В первый раз такой опыт, пить пиво Нил, это местное пиво на реке Нил. Ну вот и на все, что нас хватило, мы и так, в принципе, приехали разобранные, а тут еще вино, пиво, ну и какой-то псих все время там на заднем фоне орал, так что на этих плюшках мы просто превратились в тлен. Вот такой Нил, широкий, тихий, но это только местами. Но есть участки очень агрессивные, и по ним любят сплавляться рафтеры. Я представляю, если бы я в том состоянии на рафтинг сел, я бы сто процентов не всплыл. А вот здесь вот такой просто ремонт в лесу происходит. Я не знаю, кто там что строит, какая букашка строит себе шалашик. Но это терпеть невозможно, это то же самое, как соседский ремонт. Только это живность. И еще обезьяны носятся. В общем, сейчас рубанулось электричество, и все, все кафе встало. Ну, как вы уже знаете, малярийный комар не спит. Поэтому Чарли решил оказать всем большую услугу, и запустил дымовую завесу из крепкого китайского табака. Дымом накрыло всю площадку, а народ был удивлен наглости. Но главный результат. Комар до нас не добрался, и это прекрасно. Вот так ночью слышится Нил. Такое легкое, интересное керамическое или графитовое постукивание. И как вам звук живности на контрасте между ночью и утром? Как мне кажется, просто не сравнить. Утро, Уганда, город Уганда, Джинджа, утро на реке Нил. Вот так оно начинается. Ну что ж, хорошее это живописное место. Остается ему только сказать Респект. Но нам там по большому счету делать было вообще нечего. Поскольку это место лишь привлекательно в том случае, если вы туда едете со своей второй половиной. Дырадор или говнодор всего мира находится в Уганде. Здесь просто дорог... Ну, не то чтобы... Нет, их здесь просто пиздец как нет. Эпизодически, бывает, проскальзывают какие-то дорожные покрытия. Но при этом разбитые в хлам. Вот так с оговорками, конечно же, выглядит практически каждый населенный пункт. За исключением столицы и крупных городов в Уганде. Один большой сплошной базар. Ну, очень так атмосферно для кого-то. А вот этот кадр по пыльной дымке мне напоминает какой-нибудь суровый российский город в лютую зимнюю стужу. Ну, какой-нибудь там Норильск, Новосибирск. Кажется, что за бортом, ну, минус все 50 градусов. И вот тут такой, знаете, контролируемый хаос. Я вообще не представляю, как там можно было ехать. А тут слева обгоняют мотоциклисты, навстречу едет фура, в общем. И все при этом очень хорошо ориентируются. Ну что ж, молодцы. А тем временем у Карая начался третий приступ малярии. А все потому, что он не любит таблетки. Назначенный врачом курс он до конца не пропил, поскольку таблетки были горькие. Ну и все пошло по новой. Ужасное, конечно, зрелище на это смотреть. Если уж подцепили малярии, то пропейте этот курс до конца. И какая разница, какие там таблетки на вкус. Но если так сделать выжимку из словесных дебатов, то Дэвид ругается с Караем, поскольку тот уже не ест вторые или третьи сутки, поскольку ничего в него не лезет и все из него вылетает. Дэвид говорит, что тебе нужно правильное питание, а Карай хочет сладкого. Ну и в этот же вечер Карай увезли в больницу, и он пролежал под капельницей в сельской больнице двое суток. Ну что ж, вот и конец этой серии. Мне кажется, эта серия была абсолютно легкая. Вот такой легкий деревенский экспириенс в зеленой Уганде. Страна эта прекрасная, и я еще ее неоднократно надеюсь посетить. Также у меня на радаре это Намибия. Раньше она, кстати, называлась Юго-Западная Африка. И Зимбабве. Мы называем Родизия. Спасибо, Владимир. Эти страны я тоже планирую посетить, но чуть-чуть попозже. А следующая серия будет про Италию. Там я исколесил ее по полной программе, весь север прилично объехал. Ну не весь, но Венеция, Верона, Рим, озеро Гарда и эти городишки. В общем, где только там не побывал. Выйдет она примерно минимум через месяц. Так что вот такие дела. Ну что же, давайте по классике. До новых встреч!